Всем привет, ребят! Ну что могу сказать, видит этот автомобиль, да, он у нас редко появляется, но хотя уже был в нескольких роликах, он переднеприводный, замечательный, заводится, классно ездит, все здорово, привода мы на нем делали уже всякие разные, инструмент, которым, ну, все работают, ну, все, кто занимается ремонтом автомобиля, например, вот такой вот ленитель, вот такие вот замечательные карданчики, бывают такие моменты очень даже неудобные, где очень-очень напрямую подлезть, болтули, гайки тяжело, используются вот такие вещи, и они очень часто ломаются и не выдерживают таких прям нагрузок, для того, чтобы можно было либо свернуть болт, либо его открутить. Давайте-ка потестим мы вот эти замечательные карданчики на прочность, а именно соберем привода из удлинителей и вот таких карданов. Но у нас есть с квадратиком, а есть вот такие замечательные шары, у которых нет вот этого угла перелома, они говорят намного мощнее, скажем так, намного лучше выдерживают нагрузки. Выдержит все это дело? Не выдержит. Ну, знаю, буквально минут через 7-10. Поехали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, смотрите, получилось, что на первых карданчиках, на простых, которые у нас с квадратиком, собрали, то есть сделали с удлинителей сам привод, карданчики стоят у нас вместо гранат. Ну, снаружи не все понятно, она у нас как бы не гуляет, ничего, здесь все жестко. А с внутренней пришлось маленечко, ну, скажем так, доработать ее. Почему? Потому что здесь у нас хода изначально, то есть на гранате есть, у нас привод вверх-вниз, там влево-право ходит. И если он будет ходить во все стороны, плюс еще карданчик, сами понимаете, да, что это будет просто вот такое непонятное у них телодвижение. Поэтому, что бы сделали? Сделали блин, то есть, ну, сделали шайбу, просверлили в ней отверстие, заневолили, то есть, вот, чтобы она у нас вверх-вниз, то есть, не имела углов, то есть, а ходила только вперед-назад, ну, потому что при ямках, поворотах и всего остального у нас длина привода же меняется. То есть, расстояние от коробки до ступицы. Почему и сделано-то? И у нас, получается, что наш триповод гуляет здесь по гранате, и мы сделали что? То есть, оставили ему возможность перемещаться вперед-назад, но изгибаться вверх-вниз, там, право-лево, мы его заневолили с помощью вот этой шайбы. Что с одной стороны, что с другой. Ну, здесь короткий привод, здесь, понятно, смотрите, какие бешеные углы сразу же, но это на вывешенном автомобиле. Конечно, мы его сейчас поставим на колеса, это все дело прогрузится, и оно выровняется, и я очень надеюсь на то, что эти карданчики сработают. Я думаю, что многие, наверное, кто занимается автомобилями, прекрасно знают, что не под всеми углами они работают, но это, ладно, как бы полбеды. И еще один такой момент, что, ну, не сказать, что там довольно-таки часто, но бывают такие моменты, что, когда очень сильно затянуты болты, и подлезть к ним не очень удобно без карданов напрямую, если не получается поставить удлинители, либо ключи ставишь их, то бывает такое, что их и сворачивают. Ну, при чем сворачивают они? Сворачиваются они довольно-таки, я не сказал, что прям там спокойненько на раз-два, но такие моменты иногда присутствуют. Поэтому все, тут готово, все замечательно, давайте-ка мы сейчас ее опустим, поставим на колеса, посмотрим, как все это дело у нас прогрузится, ну, и, соответственно, в бой испытывать. А что? Вперед! Потихонечку. О, поехали, 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 справляются пока, смотрите, как замечательно, а? Так, сейчас будет первый поворот, что, повернем, нет? Вроде поворачиваем. Так, собаке, ну, отбегай. Ага, ага, так, о, все, едем, нормально едем, так, ага, смотрите, а крестовины-то наши вообще спокойно, где же справляются машина едет? Вообще хорошо. Замечательно. Ой! А все? Сглазил? Ток переключился на вторую, и что-то там произошло. А что там произошло? Ай-яй-яй. Слетело. Где-то все-таки маленько кусануло, и оторвало сварку. Ну, сварку увидели, да, там просто маленькие точки для того, чтобы это не разбиралось. Хорошо, раз прям такие, прям абсолютно такие маленькие точки не хотят держать, сделаем их, значит, слегка побольше. Поехали. Так, ну что, быстрый ремонт у нас проведен, все хорошо. Так, понятно, что родной привод Жигулевский намного мощнее, но сейчас мы посмотрим, как это все у нас будет работать. Вруб, правда, почему-то немножко бьет, но я думаю, это не беда. Так, ну так-то она едет, как бы вопросов нету. То есть, причем двигается абсолютно уверенно, абсолютно нормальненько, все хорошо, еще руль дергает, не знаю. Все даже очень замечательно. Так, поворачиваем, поворачиваем, так, поворачиваем. Куда-то заехал в траву, не беда. Едем, опа, опа, опа. Едем, едем, едем. Так, ладно. Не вписались маленько, почему? Потому что боюсь сильно руля выворачивать. Так, ага, так, развернулись. Ой, прям даже все удачно, смотри, как проходит. О, уже уверенней, все. Трынь-трынь-трынь, поехал. Уже не боюсь там плавно сцепление отпускать, уже порезче все это дело. Делаю так. Ну что, сейчас попробуем переключиться опять на вторую передачу. Ой, тихо. Так, вот вторая. Вторая, едем, все хорошо. Так, кто там поехал? Ага. Ага, все, приехали. Слышу, что-то выпало. Опять на второй передаче. Что? Теперь у нас удлинитель выпал? Да. Да елки-палки. Так, что получилось? Ну понятно, что металл здесь, конечно, и даже не простая чернуха. В любом случае он углеродистый и получается то, что варится к нему не очень все, не очень даже все хорошо. Видите, да? Что прям металл лопнул и усё. И все это дело у нас разобралось. Ну, значит двух прихваток, трех маловастенько. Ты там побольше же сделал, да? Там, да, уже побольше сделал. Побольше. Придется, значит, и здесь побольше сделать. Ну, в любом случае длина меняется, поэтому все это дело у нас и лопается. Но ничего страшного, сейчас приварим и поедем еще раз. Ну, все. Значит, сварки сделали немножко побольше для того, чтобы у нас все вот эти переходнички-удлинители, вернее, не разлетались. Ну и все. Погнали испытывать. Ну, 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 ну. Ну, поехали. Все, теперь уже еду смелей, потому что уже был выезд. Два. Было все нормально. Вот они держат. Все хорошо. Машина двигается. Ой, руль только почему-то дергает. Я понять не могу. Из-за чего? Из-за того, что все-таки вот эти квадратики, они как-то работают там очень по-хитрому. Так, ну, пока все в порядке. Ой. Только все-таки выдирает его немножко из руки. И это очень плохо. Но не беда. Сейчас мы попробуем. Попробуем. Поломалось. Карданчик лопнул? Да ладно. Свалился. Что, серьезно, что ли? Ну, сам посмотри. Ни фига себе. Ни фига себе. Я вот действительно, смотрите что, включил только заднюю скорость, и вот что произошло. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вроде углы, по-моему, были и небольшие. Так-то, если разобраться. Прям совсем небольшие. Отсюда. То есть, он у нас вот так вот стоял, да? Ну, получилось что? Блин, конечно, очень печально, но суммарный пробег метров 150 все-таки получился. Сейчас будем переходить уже именно вот к карданчикам, которые у нас с шариком. В общем, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, поменяли, значит, мы вот кардальчики из крестовых на шаровые. Теперь давайте мы потестим и посмотрим все-таки, какие из них такие бодрые, крепкие, классные. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые метры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прямо едем, все нормально. Двигается. Теперь самое интересное. Надо поворачивать. Поворачиваем. Потихоньку, не спеша. Так. Так. Боюсь ли я много руль выгрузить? То есть выворота добавлять? Нет? Не буду. Пока не буду. Пока же у нас все-таки пробный выезд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувствую то, что руль уже не болтает. И это хорошо. Так. Вперед. Если на тех крестовинах руль дергало, здесь все в порядке. Его, в принципе, можно даже и отпустить. Ну, дергается он, потому что неровности на дороге. Это понятно. Ой, что-то там заскрипело. А-а-а! Мы, наверное, их не смазали просто-напросто. Ну, ладно. Сейчас смажем. Ничего страшного. Ну, приедет. Нет. А вот теперь задергало. А почему задергало? Видать, нагрузочка при нажатии газа увеличивается. Нет. Ну, не видать, а сто процентов, что она увеличивается. Так. Разворачиваемся. Опа-опа-опа. Что-то захрустело. Так. А почему начал вправо поворачивать? Появился какой-то хруст. Сейчас, наверное, уже на коротком приводе уже, наверное, максимальный угол, при котором такая крестовина может работать. Ага. Потихонечку развернулись. Там же шарик. Надо было смазки маленько засунуть туда. Сейчас подъедем надо туда чего-нибудь такого. Начало рулится, да? Ну, посвистывает. 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 Поехали вперед. Все. А едем без особых проблем. Ну-ка. Была проблема, когда я включал вторую. Вот и вторая. Все. Вообще без проблем. Все двигается, все хорошо. Так. Сейчас мы... Ой. Деревяшками сжженными пахнет. Ага. Отлично. Так. Где у нас смазщик? Так. Деревом пахнет. Да. Сжженным. А что у нас там? Что-то деревянное есть, что ли? Тормоза. А, тормоза до сих пор деревянные? Да. А я думал уж. Там осталось-то чуть-чуть. Вот так вот. Тормозит не очень, чтобы очень. А там тормоза деревянные. Выкрутил? Конечно. Поехали. О! Отлично. Двигаемся. Ага. Просто проблемы-то в основном возникали когда, помните, да? Ага. Либо назад начинал движение, либо переключал вторую передачу. Ну, я вот и думаю, сейчас маленечко надо отъехать. Где-нибудь вот здесь аккуратненько развернуться. А вы поехали побыстрее. Так. Первое. Второе. Ой, что, еду спокойненько. Прям вообще. Опа, в горочку. Опа, прошло испытание. Так. Едем дальше. Газ-палас. Поехали. Превосходно. Замечательно. Замечательно, но при торможении пахнет деревом. И идет дым. А знаете почему? Потому что здесь стоят деревянные тормоза. Забыл про них совсем. Ну ничего. Запашок такой приятненький. Как будто где-то что-то кто-то коптит. Слушайте, ну вот тут уже действительно есть результат. Посмотрите, насколько уверенней вот такие вот карданчики держат такую нагрузку. Потому что, ну в любом случае, это нагрузка, это машина. Раз она все нормально едет. Прямо смотрите. Вообще замечательно. Так, ну предлагаю что? Как всегда в нашем, так сказать, стиле дать, так сказать, овса как следует. Потому что на карданчика, который будет с квадратиками, до этого дела так и не дошло. Потому что они развалились раньше времени. Опа. А фиг там. Сломала, да? Карданчик сломала? Шарик обломала. Шарик обломала. Блин. Поражение. Ладно. А вот такой, смотрите, ребят, получился у нас результат. В любом случае, такой, ну карданчик все равно назовем, он не выдержал. Но здесь, смотрите. История совсем наоборот. Если у нас в карданчике, которые были с квадратиками, да, не удержали осюшки. То есть, ну, разломились. То здесь все прям абсолютно наоборот. Смотрите. Ось на месте. Она еще и там шарик еще у нас и подпружиненный. Оказывается, честно, не разбирал их ни разу. Там еще стоит пружинка. Но сам, сам шарик, который вращается на этой оси. Вернее, вместе с этой осью. Он просто-напросто лопнул. Ну, понятно, что металл здесь тоже непростой. В любом случае он высоколигированный, то есть, каленый. Не выдержал сам шарик. Осюшка целая. Все целое. И самое то, что прикольное, что на этих крестовинах она ездила очень даже хорошо. Спокойно. То есть, первая, вторая. Проблем никаких не было. Нажимал в газ. Даже поднимался немножко в горочку. Все ехало. Все замечательно. И выдерживало такую оболненную нагрузку. Ну, вот эти вот. Ну, вот такие вот кардальщики. Конечно, да. Они хорошие. Они замечательные. Они классные. Но, в любом случае, они не такие, скажем, прочные, универсальные, как те, которые с шариком. И, если честно, многие знают, да, что угол чуть-чуть больше делаешь. И за счет того, что здесь именно вот этот квадратик. И вот эти вот, скажем так, щечки выступа постоянно задеваются друг за друга. И, во-первых, все это рывками крутится. Постоянный инструмент у нас пытается выпрямиться. В принципе, так же, как и привод пытался выпрямиться постоянно. А руль туда-сюда болтала. Поэтому, какой можно сделать? Все-таки вот такие вот у нас крестовинки будут немного поудачнее. Ну, и не стоит забывать, конечно, о том, что крутящий момент у мотора, тем более через понижающую передачу, через первую, намного выше, нежели вы будете крутить там каким-то удлинителем либо гайковертом. То есть, он-то крутит прям реально на все бабки, как говорится. Все вы, ребят, видели. Больше мне об этом рассказать нечего. Эксперимент прошел просто на ура. Все понятно, все здорово. Теперь, теперь как бы цены на них не поднялись. Да? Не, не надо, надеюсь, цены поднимать. В общем, ребят, все вы это прекрасно видели сами своими глазами. Поэтому смотрите нас, подписывайтесь, а мне что-нибудь предлагайте. Комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все. Пока.